МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Юлия Важенина. В канун Дня Победы в Центре социального обслуживания населения Чебоксар честовали участников Великой Отечественной, фронтовиков, тружеников тыла, а также руководителей различных организаций и жителей Чувашии, которые активно участвуют в патриотическом воспитании граждан и помогают в решении социальных проблем ветеранов войны. Они сражались за Родину. Кто-то с винтовкой в руках, кто-то с санитарной сумкой через плечо, кто-то у станка или в поле. А кто-то и сейчас продолжает вести борьбу против искажения истории, забвения и безудейности. Во времена, когда подвиг советского народа подвергается сомнению, наследникам Победы особенно важно сохранять уважение к прошлому. День Победы является прежде всего символом национального триумфа, народного единения, воспитания молодых людей, молодого поколения, чувством любви к родной земле, к своей любимой родине под названием Россия и Чувашия. Юбилейные медали «70 лет Победы» в Великой Отечественной войне получили 12 ветеранов. Михаил Иванович Иванов участвовал во Второй мировой. На Дальнем Востоке в составе бомбардировочного авиаполка воевал против Японии. Ну, я и не мечтал о том, что получу от рук президента медаль. Это действительно обязывает ко многому. Радуемся, что дело, за которое отдали жизнь, в общем, тысячи людей, много тысяч людей. Вот память этих людей, конечно, всегда надо помнить детям, внукам, ну и нам. Сегодня бравым солдатам далеко за 80, а то и за 90. Но они по-прежнему в воплощении мужества, веры в свои идеалы и любви к родине. Это главное, чему мы должны у них научиться. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Огромную страну объединила песня. Чебоксарцы вместе с жителями других регионов исполнили гимн Победы. Стать хористом в этот вечер мог каждый желающий. Горожанам присоединился и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Подробнее в материале Дмитрия Ковалева. Хоры дашкалят народные коллективы и эстрадные группы. В этот вечер на площади Республики яблоку негде упасть. Под живую музыку военного оркестра голоса горожан сливаются воедино. Это по-настоящему масштабный фронт. Песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова в этот день исполняли и на Камчатке, и в Крыму. Чебоксарцы замахнулись на рекорд. На площади Республики собрались более 7 тысяч горожан. Многие пришли сюда, чтобы отдать дань подвигу ветеранов. Это гордость, это наша победа, но не наша победа, победа наших дедов. Я планирую также 9 мая прийти на Красную площадь. Это честь. Это честь, значит, для меня очень много. Все-таки люди нас спасали, чтобы мы жили. Хочется верить, что люди пришли от души и пели тоже от души. Хочется сказать огромное спасибо всем ветеранам, потому что мирное небо над головой, и мы обязаны им за это. И поэтому каждый день хочется говорить спасибо за то, что мы живем в мирное время. На этом необычном концерте ветераны – самые почетные зрители. Глава Республики поздравил их с наступающим Днем Победы. Сейчас, отметил он, особенно важно воспитывать в молодежи чувство гордости за подвиги дедов и прадедов. Всегда важно помнить и о нерушимых символах великой даты. Впрочем, слова песни Победы, как и гимн страны, знакомы каждому. И это подтвердил всенародный флешмоб. И та акция, которая по всей России сегодня проходит, и в данном случае у нас прошла в Чувашской республике, в городе Чебоксары, это очень здорово. Это войдет в золотой странице в историю нашего народа. И те детишки, которые пришли с детских садов в возрасте 4-5-7 лет, для них же это практически незабываемые дни, незабываемые минуты. В Чебоксарах в этот день дали старт и другому флешмобу, исполнив вместе песню, горожане закружились в вальсе Победы. Дмитрий Ковалев, Иресель Мухаммедов, Республика. В год 70-летия Победы в Республике идет благоустройство всех мемориальных комплексов и памятников защитникам Отечества. На днях Ишлейский мемориальный парк пополнился боевой машиной пехоты 1978 года выпуска. Бронетанковую технику привезли из Челябинска. Подарить вторую жизнь машине после боевых сражений в Чечне помогали всем поселениям. Инициатором является уроженец деревни Мадикасы Ишлейского сельского поселения Геннадий Орлов. Еще в школе он мечтал установить на родной земле такой масштабный памятник. Спустя годы мечта осуществилась. Чтобы выкупить и привезти броневик из Челябинска потребовалось 7 месяцев. А выбран он не случайно. Ведь именно боевая машина пехоты является основной техникой и символом военно-воздушных сил России. Денежные средства собирали воины-афганцы, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, предприниматели и местные жители. Совсем недавно БМП-1 доставили в Ишлей, отреставрировали и покрасили. Памятник установили в честь всех ветеранов боевых действий, участников локальных войн и нынешних защитников Отечества. Этот памятник мы устанавливаем для нашего молодого поколения, чтобы они, глядя на эти памятники, знали, что такое война. Я просто хочу сказать, быть патриотом и героем своей страны не обязательно, наверное, быть на войне. Если быть патриотом, это значит, если хорошо человек знает свою историю, своих героев, я думаю, уже вполне достаточно, чтобы быть патриотом. В Чувашии такая боевая машина установлена впервые. На митинг по этому торжественному случаю собрались местные жители. Отец Ишлейской церкви Покрова Пресвятой Богородицы Николай осветил и благословил памятник. Герои афганцы возложили первые цветы. Теперь памятник – настоящая гордость села. Этот день особенно для нас важен, потому что здесь, на территории Ишлея, открылся такой замечательный памятник. Молодое поколение будет и дальше его охранять. Мы гордимся и в преддверии этого. В годы Великой Отечественной войны из Чувашии на фронт ушли более тысячи врачей, медсестер, фельдшеров. Среди них и герой нашего следующего сюжета Николай Аршуткин. Его задачей было выносить с поля боя раненых. Николай Аршуткин родом из деревни Большие Яуши Вурнарского района. Когда 17-летний юноша учился в Севильской фельдшерской школе, началась война. Санинструктор Николай попал на 1-й Белорусский фронт артиллерийского полка. Воевал вместе со связистами и разведчиками. Был практически на передовой. Николай Арсентьевич принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши. Имеет медаль за отвагу – Орден Красной Звезды и Орден Отечественной войны второй степени. Среди родственников он единственный остался жив. Старший брат Алексей пропал без вести на Полтаве. Двоюродные братья тоже не вернулись с войны. Война осталась в памяти незаживающим шрамом. Вот однажды на крыше одного дома, это было на территории Польши, один разведчик, мой товарищ, друг, можно сказать, даже земляк из нашей чуваши, горбунов, вот он наблюдал, как я спустился, направился в блиндаж, по этой крыше дома взрыв, снаряд попал. Я быстро побежал туда, он уже лежит мертвый. Всю послевоенную жизнь Николай Арсентьевич посвятил медицине. Окончил Казанский медицинский институт. До самой пенсии работал хирургом в больнице скорой медицинской помощи в городе Чебоксары. В прошлом году ветерану исполнилось 90 лет. Сейчас его часто навещают дети и внуки. Две дочери пошли по стопам отца и также работают врачами. Чтобы не было впредь войны. С такими словами ветеран встречает 70-летие победы над фашизмом. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. В преддверии Дня Победы республиканские ведомства чествуют своих ветеранов и тружеников тыла. В прокуратуре Чувашии состоялось торжественное собрание. В нем приняли участие и сотрудники Следственного комитета. Эти люди всю свою жизнь отдали служению Родине. В благодарности грамоты и юбилейной медали «70 лет победы» получили бывшие работники прокуратуры Чувашии. Многим вручены ведомственные награды. Одним из награжденных стал Василий Ефремович Долгов. Ветеран труда он проработал в надзорном ведомстве более 40 лет. Ну, это моя заслуга за военные годы. В военные годы я не только учился, работал в колхозе. Вот это объединили учебу и работу в колхозе, поэтому мне дали, что я труженик тыла. Мне Чайка прислал личные поздравления с этим праздником. Путин прислал домой ко мне личные поздравления вот с этим праздником. Мой авторитет был не только в республике, но и там меня знали. 9 мая – праздник, который объединяет все поколения. Правопорядок и законность нужно соблюдать во все времена. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. В Аликовском районе открыли мемориальную доску погибшего на службе бойца СОБРа из Осима Башкирова. С инициативой выступили коллеги лейтенанта милиции. 6 мая в Большевульской средней школе в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска памяти бойца СОБРа из Осима Башкирова. В мероприятии приняли участие коллеги лейтенанта милиции, представители администрации района, близкие, односельчане и школьники. Инициаторами открытия мемориальной доски стали коллеги лейтенанта милиции. Когда он погиб, тогда хотели открыть у нас. Что-то это тянулось, тянулось, но никак не получилось. Сейчас своими ветеранами СОБРа решили, одноклассниками, земляками, решили открыть вот эту памятную доску наконец-то. Жизнь из Осима Башкирова оборвалась в марте 96-го года в Чеченской республике. За смелость и мужество, проявленные при выполнении служебного долга, лейтенант милиции был награжден Орденом Мужества посмертно. Приказом МВД России из Осима Башкиров навечно зачислен в списке личного состава СОБР МВД по Чувашской республике. Добросовестный, исполнительный, надежный. С ним и в разведку, и везде можно было ходить. В память о нем в месте дислокации Чувашского спецназа установлена мемориальная доска. Теперь такая же появилась и в его родной школе. Идею предложил его земляк и сослуживец Олег Данилов. Инициативу поддержали действующие сотрудники отряда и ветераны СОБР. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротковолновиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране. Объединяет с помощью радиоволн дела, мысли и души. По вседневной жизни уже давно есть и телевидение, и интернет. Радио, казалось бы, должно было уйти на второй план. Но наравне с развитием телевещания радио обрело новую жизнь. В Чувашии уже шестой год работает национальное радио, которое объективно и полно освещает события на чувашском языке. А полтора года назад в эфир вышла еще одна радиостанция холдинга ТВАН-Радио. В сетке вещания прямые включения новостной программы, которые насыщены сообщениями о событиях практически текущего часа. С комментариями специалистов, аналитиков, экспертов. Сегодня вечером в нашем эфире смотрите программу о начале вещания ТВАН-Радио. Как все начиналось. В Новочебоксарске открыли два автомата, которые продают свежее фермерское молоко. Автоматизированное оборудование уже год работает в столице республики и доказало свою нужность. К восьми имеющимся скоро добавятся еще пять. А вот в городе спутники молокоматы появились только сейчас. Юлия Федоровна покупает молоко каждый день. Обычно ходит в магазин. А сегодня решила попробовать молоко из нового автомата. Я первый раз и сюда, и сюда никогда не пользовалась. Меня сейчас помогли деньги ложить, бутылки брать, потом наливать. Одна помогла, она первый раз в этой жизни. Недорого. Мне как раз хорошо. Ну, если своя бутылка будет, так там 30 рублей только уже совсем дешевый. В Чебоксарах один молокомат в сутки разливает полторы тонны. Само молоко в молокоматах стоит 30 рублей, плюс 7 рублей за бутылку. Но можно наливать и в собственную. Мы давно изучали спрос населения, спрос на молоко устойчивый. В последнее время он даже увеличился. Были и обращения, и женщин с детьми приходили на прием. И поэтому мы изучили опыт Чебоксар. И, конечно, приняли решение, что нам молокоматы очень нужны. Это первый молокомат в Ночи Боксарский, но не последний. Молокомат – кратчайший путь от производителя молока к потребителю. От начала дойки до момента заправки проходит несколько часов. В итоге покупатели получают свежее молоко жирностью 4%. Идея самого предпринимателя, еще раз говорю, КФХ Илларионова, который, в принципе, извил желание поставить молокоматы у нас, в принципе, в республике. Хотя это наш производитель, молоко оно Чувашское, с Янческого района. Ну и следующий этап – это то, чтобы молокоматы заработали в городах республики. Важно, что молоко в контейнерах постоянно охлаждается. Внутри установлены специальные камеры. Сменный танк из нержавеющей стали каждые сутки тщательно моется на ферме специальными растворами и заполняется свежим охлажденным молоком. Так что качество поставщики гарантируют. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. К этой минуте у меня все. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok